Настоящим переворотом в технике телевидения стало появление в конце 20 века цифровых технологий. Россия вслед за США, Европой, Японией и другими странами объявила о намерении вступить в эру цифрового телевидения. А какие изменения в формате телерадиовещания грядут в Славянском районе, смотрите в следующем материале выпуска. Еще с 2009 года в России начат переход на новый цифровой формат эфирного телерадиовещания. Цель этой государственной программы – обеспечение всех жителей России большим количеством разнообразных общедоступных телеканалов в хорошем качестве. То эфирное телевещание, к которому мы привыкли, специалисты называют аналоговым. Оно долгие годы служило нашей стране, но с наступлением 21 века уже не в состоянии удовлетворять потребности телезрителей в доступности и разнообразии программ, а также в высоком качестве изображения и звука. Технологии развиваются, и аналоговое телевидение постепенно становится вчерашним днем. Сегодня все развитые страны мира переходят на современное цифровое вещание. Не стоит в стороне технического прогресса и Краснодарский край, в том числе и Славянск-на-Кубани. Так, с 1 января 2016 года телекомпания «Спутниковые сети» прекращает аналоговое вещание. Наряду с этим продолжает трансляцию 40 каналов в цифровом формате за абонентскую плату. В современном мире цифровые технологии не стоят на месте, а постоянно развиваются и совершенствуются. Не исключением стало и телевидение, которое с недавнего времени на Кубани стало вещать в цифровом формате. Для зрителей стало доступно 20 федеральных каналов, сформированных в первый и второй мультиплекс. Так что же нужно для того, чтобы смотреть передачи в отличном качестве и без помех? Первое, что вам нужно, это антенна дециметрового диапазона, цифровой тюнер формата DVB-T2 и, собственно, сам телевизор. Если вы приобрели телевизор со встроенным цифровым тюнером, то покупать его отдельно нет необходимости. В таком случае вам понадобится только антенна и, собственно, сам телевизор. Если у вас телевизор без встроенного блока DVB-T2, то его можно купить в любом магазине электротоваров или бытовой техники. Не обязательно покупать самый дорогой, так как вид сигнала будет одинаковым, цифровым, а значит, изображение будет качественным. Дорогие модели отличаются только фирмой-производителем и дополнительными опциями, такими как запись видео на флешку или медиапроигрыватель. Приобрести приставку можно в любом магазине, например, в электрокомплекте «Плазме ТВ» или в онлайн-магазинах «Юлмарт», «Ситилинк». Подключить цифровое телевидение можно и самостоятельно, без помощи специалистов. Для этого антенна устанавливается на высоте 5 метров и выше от уровня земли и направляется в сторону Новороссийска или Темрюка. Высокочастотный провод или, проще говоря, антенный кабель подключается к тюнеру DVB-T2, а от него идет к телевизору через тюльпан или провод HDMI – к видео-входу телевизора. Затем необходимо взять пульта тюнера и включить поиск каналов. После того, как найдутся 20 каналов видео и 3 канала аудио, сохранить их и наслаждаться просмотром изображения в цифре. Если у вас телевизор со встроенным приемником стандарта DVB-T2, то проблем с настройкой не возникнет. Подключаем по схеме – антенна, высокочастотный провод, телевизор, включить поиск каналов и все. Кстати, помехи в виде дождя или снега вам не испортят просмотр любимых каналов в новогоднюю ночь. Ведь основным недостатком предыдущего аналогового телевещания является то, что телесигнал при передаче может сильно терять в качестве. А цифровой сигнал защищен от помех, и на телеэкране мы видим изображение идеального качества. Цифровое телевидение дает возможность смотреть телепрограммы в улучшенном качестве всем россиянам, как в городах, так и в отдаленных районах и селах. На сегодняшний день для просмотра доступно 20 федеральных каналов, которые входят в состав первого и второго мультиплекса. Иногда состав каналов меняется на основании конкурса, который проводится государством каждый год. Так, в 2016 году состав мультиплекса может измениться, но количество каналов для бесплатного просмотра останется неизменным – 20. Подробную пошаговую инструкцию можно скачать по ссылке, указанной на экране.